Первый день выставки MAPIC Russia 2020. С вами Retail.ru. У нас в гостях Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о роде вашей деятельности. Что вам, как и многим, пришлось пережить в минувшие полгода? И в целом, какие дальнейшие планы на оставшийся год? Корпорация НД является крупным девелопером на рынке Москвы. И мы, как и все девелоперы и управляющие компании недвижимости коммерческой, переживали этот год непросто. Благодаря диверсифицированному портфелю нам удалось выдержать этот первый пик. Мы рассчитываем, что даже если будет второй пик, все-таки отнесутся к этому закрытию и каким-то ограничительным мерам более взвешенно. И останутся работать и торговые центры, и бизнес-центры. И это будет урегулировано каким-то иным способом, нежели просто закрытие торговой недвижимости для посетителей. Очень непросто для любого девелопера дается сегодняшняя ситуация. И мне кажется, что если мы будем продолжать работать с властью, власть будет нас слышать, и мы будем развивать диалог, в котором находить общие интересы, общие контакты, при которых мы будем вырабатывать общие взаимоприемлемые решения, которые будут негубительны для отрасли, то, мне кажется, все довольно неплохо переживут выход из кризиса, в котором, наверное, сейчас находятся отрасли. А что касаемо второй отрасли, второго рода деятельности? Да, я еще в своем лице представляю Российский совет торговых центров, которые кроме объединяющей функции, которая выступает в отношении крупных владельцев торговой недвижимости и не только, мы работаем с органами исполнительной власти, работаем не только на федеральном уровне, но и на местах, проводим круглые столы, проводим разъяснительную работу с чиновниками разных уровней, проводим с ними диалоги, которые помогают им понять социальную значимость работы торговых центров, как мест скопления людей, в которых можно наиболее эффективно находить коммуникацию с посетителями и тем самым лучше бороться с пандемиями и прочими заболеваниями. Дмитрий, спасибо вам большое за ваш ответ, мы желаем вам успехов. И с вами был retail.ru, не переключайтесь!